Культ поход Климентьева, куратор выставки Вдвоем. Добрый день. Микрофончик чуть-чуть к себе можно поближе подключить. Или сами поближе к микрофончику. Добрый день. И Катерина Ополева, куратор выставки Вокруг света с художниками за 80 дней. Здравствуйте. Добрый день. Выставка Вдвоем открылась в выставочном зале. Выставка Вокруг света за 80 дней в мраморном здании. Произошло это где-то неделю назад примерно. Но помимо выставки в мраморном здании будет еще и программа большая, лекционная. Вот сейчас об этом, обо всем мы будем говорить. О какой первой выставке начнем? А давайте хронологически. Какая раньше открылась? Они обе, по-моему, одновременно. У Катерины. На один день раньше. Все мы выиграли, Катерина Петровна рассказывает. Итак, выставка Вокруг света с художниками за 80 дней знакомит с творчеством известных советских и российских графиков на тему путешествий. Основу экспозиции составляет как раз оригинальная графика, которая не так давно поступила в коллекцию нашего музея. И 90% еще не видели кировские зрители из того, что сейчас мы как раз экспонируем. И новым решением в концепции данной выставки стало использование литературной основы книги Жуля Верна «Вокруг света 80 дней». 150 лет, по-моему, да? Да, ей исполнилось, как раз исполняется в этом году 150 лет. И вот эта книга, этот шедевр приключений честной литературы стал основой для создания экспозиции. Маршрут приключений героев книги Жуля Верна ведет нас по нашей выставке о путешествиях. Потому что ту графику, которую мы показываем, и скульптуру, она тоже участвует в выставке, она связана с впечатлениями советских и российских художников об их путешествиях за рубеж. От посещений разных стран. Да, да, да. Очень актуальная выставка. Очень актуальная, потому что те, кто не могут выехать сейчас. Современная жизнь накладывает ограничения существенные. Конечно, много кировчан потеряло возможность путешествовать. И вот нам кажется, что с помощью этой выставки мы дадим небольшую возможность и попутешествовать, и помечтать об этих путешествиях. Более там у нас есть и Париж, и есть Мехико, и Япония, и даже Гватемала. Много-много стран представлены в работах замечательных, очень качественных советских и российских графиков. То есть, дорогие слушатели, если не можете себе позволить отправиться куда-то во Францию, в Гватемалу, чтобы увидеть архитектуру, увидеть живопись тех стран, то живопись и произведения искусства приедут прямо к вам. И там у нас не только здания, например, или природа этих стран, но также и люди, их обычаи, традиции. Об этом можно обо всем узнать из экскурсии по выставке. А можно поподробнее все-таки о графике? Это какого периода художники, какой техники? Это советская графика, начиная с 50-е, 60-е, 70-е годы. Есть и современные российские графики, техники, оригинальные графики, это пастель, акварель, смешанные техники, вот замечательного качества работы. А советские художники, извини, пожалуйста, они бывали там? Они бывали, нет, они бывали, как раз это их личное впечатление из путешествий. А с железным занавесом были, конечно, трудности и сложности. Не так легко было выехать советским художникам за рубеж, но, тем не менее, такие поездки у достаточно известных художников были. Им было проще. Они посещали не только дружественные страны, социалистические, но и страны капиталистического лагеря. Иногда это происходило как раз по дороге в какие-то страны для нас более близкие. И вот день Парижа, день в Риме, но они успевали там разрешали, да, несколько сделать работ набросков. И вот у нас как раз есть такие работы известных именитых художников и из Парижа, и из Рима. Я, в общем, даже слушателей, наверное, сейчас адресую на сайт Вятского художественного музея, потому что там как раз в анонсе вот этой выставки, там, где программа выложена, есть вот эти работы, да, не знаю, как сказать, это фотографии, наверное, этих работ, да, и они, конечно... Они очень яркие, они большого формата, привлекают внимание и действительно вот создают атмосферу путешествий, странствий, экзотики. Аня, можешь сочетать фамилии художников? Там есть рядышком с работами? А я сейчас попробую это сделать, да, я только потому, что убежала сейчас, далеко-далеко убежала. А, не вижу фамилии, кстати говоря. Ну, ладно, хорошо, а вот у вас такая интересная концепция, что вся выставка будет как раз 80 дней длиться, да? Да, выставка длится 80 дней, как и путешествие героев книги Жюль Верна. И то есть экскурсия, она тоже будет построена по ходу путешествия, да? по маршруту, то есть вот они выехали из Англии и у нас начинается как раз экспозиция с работ, посвященных Великобритании. Потом они посещают Францию, Италию, и вот у нас также строится экспозиция, и заканчивают они, опять же, возвращением с американского континента в Англию, и вот последний у нас тоже в экспозиции там работа связанная с Соединенными Штатами Америки. А вот эта привязка, она чисто географическая, ну, то есть вот этих работ, или есть какая-то из сюжетной линии? И сюжетная линия тоже есть, да? Вот, например, ну, я тогда опережу свой вопрос. Опережайте. Я подскажу слушателю, ну, вот хорошо, у нас, например... А это будет потом на внимание. Да, на внимание, да. Например, они путешествовали очень интересным способом по одной стране, и вот этот способ у нас представлен в скульптуре на выставке. Ага. Да, как они путешествовали, то есть графика дополнена еще скульптурой. Очень подходит всегда графика и скульптура друг к другу. Я примерно догадалась. Да, то есть... И графики тоже у нас не только страны, но вот и средства предвижения есть, с помощью которых путешествовали герои книги. Так что можно срочно обратиться хотя бы к Википедии, слушателям нашим, и немножко прочитать про книгу Жюля Верна, и это подскажет им ответы на вопросы, которые я задам. Ну, давайте, чтобы далеко не убегать от этой выставки, сразу еще расскажем про параллельную программу, которая будет проходить. Начинаю вот прям 28 апреля. Это вчера. Она уже прошла. Эта встреча, но я анонсирую другие замечательные наши мероприятия. Они, конечно, будут продублированы в наших группах, в нашей группе музеев ВКонтакте и на сайте. Вот 11 мая 18.00 состоится лекция, которую прочитает наш сотрудник Оксана Викторовна Герфанова, искусствовед. Она будет называться «Китай, Восток и Запад. Два мира, две культуры». Это в лекционном зале. 14 мая в 13.00 произойдет встреча с художником-путешественником Сергеем Юровичем Горбачевым на самой выставке. У нас есть путешествующие художники в нашем городе, и вот мы их пригласили именно на выставке провести встречу, рассказать о своих путешествиях и о том, как они сейчас, современные художники, работают в этих путешествиях. Тем, как, конечно, проще, наверное, делать это. Сейчас вы езжаете за границу, но хотя в последнее время, наверное, не так будет. И из-за пандемии там. Да, из-за пандемии, но тем не менее продолжают. Вот и Сергей Юрьевич Горбачев согласился такую встречу провести 14 мая в 13.00 и 19 мая в 18.00 встреча с художником-путешественником Андреем Михайловичем Широковым. Он еще привезет свои работы прямо из мастерской, покажет живопись и натюрморты, и пейзажи, и портреты, которые он сделал в путешествиях. Он очень много ездит. То есть это такое дополнение к выставке? Да, да, да. Его работы. 26 мая в 18.00 кураторская экскурсия по выставке от куратора меня, у Полева Екатерины Петровны. Приходите. А в майские праздники вы сказали, Екатерина Петровна, что с экскурсоводом лучше смотреть? Да, ну вот завтра, как раз 30 апреля, будет арт-пауза по выставке, но не от куратора, а от сотрудника нашего музея в 15.00, по-моему. А как понимать, в какое время экскурсии? Там ведь нет, наверное, такого, что ты пришел один, например. Можно и одному заказать экскурсию. Да, и можно, кстати, все... Вот я еще хочу сказать, что на все эти мероприятия можно попасть по... На Куркинской карте, да. И просто купить билет на выставку. То есть не нужно отдельно покупать билет на лекцию или на встречу с художниками. Просто покупайте билет на выставку, смотрите ее, любуйтесь, а потом остаетесь на встречу с художником. Анна, мы забыли. Привет нашим надзорам. А, ну да, возрастное ограничение. И у лекции, и у посещения. Отлично. Так, перемещаемся к Наталье Клементьеве, обращаемся и выставке вдвоем. Это выставочный зал уже на Карла Липнихта. Выставка Василия и Натальи Кураксы. Да, замечательная выставка. Я могу сказать, что это выставка друзей нашего музея, потому что Василий и Наталья бывали в Кировской области, в городе Кирове. Я думаю, что люди, которые посещали наши итоговые выставки, посвященные Васнецовскому пленеру, например, летом 21 года, могли видеть их работы. И, кстати, эти работы, они там будут представлены на этой выставке, поэтому можете снова с ними встретиться, потому что, как правило, после пленера эти работы художники забирают, увозят. А это, кстати, тоже ведь выставка путешествия, да, получается? Ну, она отчасти, потому что у нас получилось такое немножко разделение тематическое внутри выставки, внутри экспозиции. Нам, конечно, было бы интересно показать, они действительно много путешествуют вместе, интересно было бы показать, как они смотрят по-разному на, допустим, один какой-то вид города или пейзаж, или какой-то фрагмент усадьбы, например, Тютчева. У них есть такие работы, но вот не всё получилось в данном случае, потому что нет таких. Ой, то есть я правильно понимаю, они выходят куда-то на пленеры, ну, два Мальберта, один и тот же вид. Да, и пишут. Более того, скажу, что у Натальи Александровны папа художник, она из семейства Антохиных, это из Ивановской области, и они порой втроём ходят на пленеры. Супер. И потом, когда возвращаются домой, смотрят на созданные работы, надо же, говорит, а мы точно с одного места писали? Потому что это всегда очень интересно. И они так и представлены, да? Автор с триптихами, да? Ну вот на этой выставке нет такого триптиха, но вот какие-то виды, которые любят писать и Василий, и Наталья, очень интересно, пейзажи, например. Они оба закончили пейзажную мастерскую Академии Глазунова. Вот это вообще редкий такой у нас формат обучения, пейзажная именно мастерская. Но вот Наталья продолжила историю работы с пейзажем, там очень много её пейзажей представлено на выставке о Василии. И пейзаж, и тема старых русских городов, маленьких городов. Они вот путешествуют. Это Гороховец, Гусев, Переслав Залезский, Сергеев Посад. То есть вот это золотое кольцо нашей России, очень красивое. И Кировская область. Конечно, конечно. Там есть прекрасные виды уржума. Когда Василий первый раз приехал на Воснецовский принер, он был как раз в уржуме, он говорит, вот в средней полосе России нет таких видов, нет таких просторов. Вот мы как-то живём, привыкли к этому всему, воспринимаем как это естественное состояние природы, этих далей. И он, когда во второй раз приехал, он специально повёз супругу посмотреть уржум, потому что вот нет в Подмосковье таких далей. А там ведь ещё рельеф, мне кажется, да? Да, там уникальный рельеф, там очень красиво. Не такой гладкий, как в средней полосе. На выставке у нас есть натюрморты. Вот Наталья очень хорошо пишет натюрморты. Связано это, кстати, порой с жизненными ситуациями. Но вы, наверное, поняли, что это семейная пара. Это семейный творческий дуэт. Да-да-да. Оба художники, оба живут этой жизнью, этим творчеством. Это очень ценно. Современная ситуация, такой очень прагматичный и непростой. Как художнику выживать. И когда у них появились дети, у них две очаровательные дочки, которые приезжали на открытие, понятно, что у мамы немножко меньше времени заниматься творчеством. И вот она, чтобы держать кисть в руках и работать на натюрморты, дома поставила, дочеку ложила спать. Ага, то есть она не может выйти на природу в этот момент? Например, да. И сейчас она вот наверстывает, это очень тоже много путешествует, ездит, они делают персональные выставки. Это очень здорово, это очень замечательно. Там тема Петербурга есть отдельно путешествия, Крыма. Соловки прекрасные, там монастыри, виды, далее это всё там представлено. Как они пишут, они вот, Василий рассказывал о том, что, бывает, да, специально выезжают, выбирают какой-то город, едут туда целенаправленно. Любимое местечко Плёс. Потому что в Иваново привозят детей, оставляют родителям, и вместе улетают в Плёс писать левитановские виды, далее. А бывает просто по дороге едут. Видят. И видят красоту. Красоту, останавливаются, и тут же начинают работать. Это тоже есть в их работах. Надо сказать, что Василий Васильевич сейчас обращается тихонечко в сторону таких сюжетных работ. Он действующий художник студии военных художников имени Грекова. И эта тема для него сейчас очень близка и интересна. А семейная тема как-то отражается в их работах? То есть они пишут там портреты друг друга или что-то такое? Портретов как таковых нет, но, например, когда идёт сюжетная картина, вот у Натальи представлена на выставке ещё, кстати, учебная работа, такая преддипломная работа, крестьянская свадьба. Вот в этой работе там есть дочка, там есть мама, там есть... Она сама со спины показана, то есть они включают своих родных, близких вот в такие сюжетные композиции, но это не специальный портрет, отдельный портрет. Вот Василий сейчас работает над военной темой, например, да, и там он тоже включает близких людей. А военная тема какого периода? Это Вторая мировая война. Вторая мировая, да. Есть у него работа, связанная с бессмертным полком. Вот, понятно. С самой акцией, да? Да, да, да. Поэтому там есть... На выставке есть очень такая тёплая, хорошая работа, посвящённая рождественским этим праздникам, где две дочки изображены около ёлочки. То есть семья вот, семейная тема. Нет, они подчёркивают, что дети это, ну, как помощники, это как сила, это как, не знаю, вдохновение. Василий говорил, что иногда девочки берут кисть и помогают. А сколько девочкам? Они сами ещё не пишут. 12,6. Анечка старше работает, уже тоже пишет, ей очень нравится, а маленькой нет ещё пока. Ну, скоро будет уже не три птиха, а будет уже четыре. Мы надеемся, мы на открытии об этом говорили, что, возможно, следующая выставка будет вчетвером. Вообще, да. Вчетвером. Вообще полностью семейной. Да, и тоже у этой выставки параллельная программа. Конечно, да. Мы стараемся каждую выставку наполнять событиями, мероприятиями. Что касается арт-пауз по этой выставке, то они проводятся в субботу-воскресенье в три часа. То есть это обязательно такой формат работы с выставкой. А специальные мероприятия, я вот анонсирую очень замечательную такую лекцию-встречу, я вот так вот хочу её назвать, посвящённые народной игрушке. Это будет встреча 5 мая. Причём 5 мая. Да, 5 мая. Это будет встреча в 18.00. Это наш любимый формат Воснецовских четвергов. Мы проводим здесь. И эту встречу, лекцию проводит Надежда Николаевна Менчикова, человек, который, на мой взгляд, лучше всех знает всё про дымковскую игрушку, про историю дымковской игрушки. Их специалист потрясающий. Она член искусствоведа, она член Союза художников России, она возглавляет правление вот этого отделения народных художественных промыслов «Дымковская игрушка». Друг нашего музея. Мы делаем совместные проекты постоянно. И я думаю, что... Вот нам иногда кажется, что мы вроде бы всё знаем про дымковскую игрушку. Она как-то у нас вот и визуально... Примелькалась. Да, уже примелькалась. Сколько уже можно про эту дымку, да? Ну, поверьте, друзья, если вы придёте на встречу с Надеждой Николаевной, вы услышите много нового, много интересного и очень профессионального вот этого языка разговора о народной игрушке. Как отражается, не знаю, личность мастерицы в игрушке? Какова история, символика, содержание? Это не просто ведь развлечение, это определённые какие-то мировоззренческие даже вещи, да, вот эти все. Поэтому Надежда Николаевна всегда... Сколько я её слушаю, я могу слушать её бесконечно, и это всегда очень интересно, очень живо и очень профессионально. Поэтому приглашаю обязательно на эти встречи. И могу анонсировать ещё одну лекцию, которая будет 12 мая у нас, тоже в рамках выставки. Будет эту лекцию читать, я думаю, многим известный человек Светлана Михайловна Дождевых. Вот она будет рассказывать, раз у нас там есть работа, посвящённая Золотому кольцу России, мы выбрали, вот попросили Светлану Михайловну рассказать о памятниках архитектурных в этих городах, и она с удовольствием откликнулась, поэтому приглашаем 12 мая в 18 часов вот на эту лекцию встречу. И я обещаю, что перед каждой лекцией, если вы придёте пораньше, например, в 5 часов, я с удовольствием лично проведу свою кураторскую экскурсию для тех, кто придёт. Ой, Аня, пойдём. То есть здесь совместите несколько событий, вот, и выйдите ещё выставку, послушайте лекцию, ещё экскурсию, мне кажется, можно пользоваться такой возможностью. У выставки возрастное ограничение тоже 0+, А у лекции тоже 0+. Да, конечно. Тоже 0+. Ну что, вот мы два проекта прекрасных совершенно анонсировали. В майские праздники как работает музей? Выставочный зал работает 1, 2, 3, 4, ну и 5 мы специально открываем выставочный зал, а потом уже мы выходим 8, 9. То есть, пожалуйста, приходите, всё расписание на сайте выложено. Как режим работы, да? Да, режим работы, можно посмотреть, и будем рады всех видеть. То есть, вот все выходные, которые сейчас будут, первые, как бы майские, первая серия, все эти дни вы работаете по 5 число включить? У нас основное здание художественный музей 4 числа не работает. 4-го работает выставочный зал, а 5-го числа работает основное здание в мае, то есть, ну, мы открываем выставочный зал специально для лекции, да, провести. Поэтому не смущайтесь, если вдруг вы увидите, какую-то такую информацию. То есть, мы специально открываем двери для наших гостей. То есть, если в одном из зданий музея выходное, то надо идти в другое. Конечно. Если вы не попали в один. Конечно. Знаете, что где-то что-то работает. Мы рядышком расположены, поэтому, я думаю, прогуливаясь, можно найти прекрасные выставки. Ещё вот я хотела спросить, у нас есть время, да? Да, у нас есть время, ещё есть время до перерыва. То есть, получается, что, вот у вас в анонсе написано, что выставка вдвоём задумывалась как передвижный выставочный проект и с 2019 года успешно прошла в разных городах. То есть, получается, что были пленеры, были какие-то работы этих художников в этих городах, они собрали потом все свои работы, написанные там, и теперь точно так же выставляются, ездят по разным городам и показывают те работы, которые были написаны за этот период, да? В принципе, да. То есть, такой, знаете, создан определённо золотой фонд за последние 15 лет. То есть, у них там есть работы, дипломные работы. Оба показывают свои дипломные работы, когда они заканчивали Академию Глазунова. Вот, и Василий, и Наталья. Потом вот их какие-то поездки по разным городам. И вот за 15 лет, вплоть до 21 года, вот последняя работа 21 годом датируется, да. То есть, они так наполняют эту экспозицию. Они действительно в этом отношении подвижники, потому что они задумали вот персональный выставочный проект для того, чтобы провести его по небольшим тоже городам, где писали, где работали, и не только. И показать значимость и актуальность реалистического искусства. Они работают в традициях русской реалистической живописи. И для них это очень важно и ценно показать. Вот, и поэтому мы, как они сказали, на нас они заканчивают этот проект передвижной. А, то есть, всё, больше не будут его показывать в России. Нет, в России они покажут теперь только в Москве. Только в Москве. То есть, вот, это такой вот завершающий красивый аккорд в Вятке. И мы, наверное, самые дальние от Москвы, потому что всё-таки там поближе были города, где они показывали. А мы самые дальние. Я видела выставку в Коломне, специально ездила, смотрела. Вот она меньше по размерам была, более маленькие залы. Мы более масштабно показываем, более ста работ представлены в экспозиции. Вот. И более целостно она представлена. И его, и Наталья, и Василия. Ну что ж, Кира вам закончится. Тоже не сказали, по пушкинской карте тоже можно выставку. Да, да. Ну а дальше на новые пленеры, за новыми работами и новыми выставками. Что, я предлагаю, наверное, у нас ещё есть время зачитать наши призы, которые у нас есть. Анонсируем сейчас розыгрыш, да? И обязательно сказать, что у нас есть два пригласительных билета на выставке, о которых мы говорили. Да. На двоих? На двоих. На двоих. Да? На двоих. Конечно. На каждую выставку у нас есть пригласительные на двух человек. На выставку вдвоём однозначно. Да, ну действительно. Как это на одного человека? На выставку вдвоём. Да, конечно же, всё есть. Ну и традиционный тогда список призов. Пригласительные на любой фильм из сеанса кинотеатра «Смена и дружба». Также пригласительные. Ой, ты уже сказала, да. Книги от магазина «Читай город». У нас есть книги Романа Сенчина, как она долго залежалась. Ну ли вы, дорогие слушатели, берите уже книгу Романа Сенчина. Очень грустная, очень глубокая и безальтернативная опроса. Спасибо, да? Берите, погружайтесь. Да, тысячный. 18+. Тресси Шевалье «Тонкая нить. Трогательная история 38-летней Вайлетт и её мечте стать счастливой». 16+. Вот видишь, какие разновекторные книги. У нас там безальтернативная проза, а здесь мечта стать счастливой. Так, что будет следующее? Михаил Советов. Еда по законам природы. Дипломированный врач уверен, только естественное питание может обеспечить хорошее здоровье и жизненную энергию. 16+. Я ещё в прошлый раз задавалась вопросом, что такое естественное питание. А вот там всё в книге объяснено, что такое естественное питание. Кристофер Джон Сенсом «Седьмая чаша» это четвёртая книга из цикла исторических детективов. На этот раз необходимо остановить маньяка, совершающего страшные злодеяния, руководствуясь книгой Откровений Иоанна Богослова. Я, честно, всё хочу эту книжку открыть, посмотреть, о чём там более подробно, но как-то меня пугает немножко вот этот анонс. 16+, возрастное ограничение. Ну и напоминаю, что эти другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город», в торговом центре «Театро», торговом центре «Крым», торгово-развлекательном центре «Максина Луганская» и ТРЦ «Фестиваль на Волково». Также у нас пригласительные в галерею «Прогресса» на выставку «Арт-вятка», о которой мы рассказывали на прошлой неделе. Ограничение 6+, возрастное. Вот. Ну и, конечно, да. Пригласительный авиатский художественный музей и выставочный зал. На выставку «Вокруг света» с художниками за 80 дней и на выставку вдвоём. Мы можем ещё некоторые мероприятия музея анонсировать. У нас ещё есть какое-то время, то есть не касающееся этих выставок, потому что там всегда что-то проходит, масса всего. Да, мы можем сказать... Если гости наши готовы. Я просто хочу напомнить, что у нас проходят... Какие выставки у нас ещё проходят в нашем музее? У нас замечательная, очень масштабная выставка Дмитрия Анатольевича Белюкина. Это народный художник России. Вот. Выставка «Многострадальная, счастливая и великая». Он действующий тоже художник студии имени Грекова. И вот в основном здании в нашем так называемом зале советского XX века представлена вот эта масштабная выставка, посвящённая разным историческим событиям Второй мировой войны и периода смуты. То есть тут очень разные. Можно посмотреть, поговорить о каких-то интересных моментах наших историй, которые в чём-то являются и переломными, и очень важными. Это российская история. Да, это российская история, безусловно. Удивительно, как художник очень тщательно и очень трепетно относится к передаче этих событий, работая в архивах, собирая факты вплоть до внешнего вида, костюмы, атрибуты. Это всё очень важная цена. Даже пушкинская тема там есть немножко затронута. То есть выставка очень хорошая, всей семьёй, пожалуйста, мы приглашаем к нам. Тоже возрастное ограничение ноль плюс. Да, да. И у нас продолжается выставка в Доме музея Хохрякова, посвящённая двум замечательным художникам, Николаю Николаевичу Хохрякову и Ивану Ивановичу Шишкину. Они представлены как гравёры. Один учитель, Иван Иванович Шишкин, учитель Николая Николаевича, и вот эта история, связанная с гравёрой, была передана и Николаю Николаевичу, и там показаны афорты Шишкина, которые находятся в собрании нашего музея, и цинкографии. Николай Николаевич очень много работал, иллюстрировал различные журналы, вот, и примеры этих работ тоже там представлены в нашем любимом филиале, камерном, небольшом, такая замечательная выставка. Поэтому вот можно воспользоваться и посмотреть тоже её. Возрастные ограничения? Ну, плюс, конечно же, да. Как хорошо в музее. Я смотрю ещё в большом издании проект «Очень любопытный мир глазами детей», да? Это ваши детки ученики, да? В нашем музее есть музейный центр творческого развития. К нам ходят дети разного возраста в течение года. Я так много узнаю нового вообще во время программы культпохода про то, что существует вообще в Кирове, какая инфраструктура там, да, какие события для детей. А ещё скоро будет музейная ночь. О, да. 21 мая, да? В мае-май. Да, и вот эта выставка более 60 работ, которые юные художники как раз создали во время занятий с преподавателями, да? Да, то есть мы не стали здесь задавать какую-то одну тему этой выставки. То есть вот что детёныши натворили. Как они видят, да? Как они видят. То мы показываем. Там есть и детишки совершенно маленькие, там три, три с половиной. Да ладно? Ну, конечно. У вас такого возраста детки занимаются? Я скажу о том, что есть дети, которые в два с половиной начинают у нас рисовать. Подождите, ну как? Вообще там вот он ещё только пошёл вот недавно. Вы знаете, у нас такие замечательные педагоги работают в нашем музейном центре, что они знают, как работать с детьми такого возраста и как создать шедевр, помочь детям создать шедевр такого возраста. И у нас есть и такие, есть и постарше работают. А как вам попадают вообще эти дети? То есть это отбор какой-то идёт всё-таки? Нет, что вы, что вы, мы принимаем всех желающих. Единственное, что у нас всегда очень быстро заполняются группы в начале года. Это в сентябре надо. Это в сентябре, да. То есть вот сейчас в апреле мы заканчиваем работу. Дети уходят на каникулы, да, и в сентябре бывает иногда по пожеланию продолжаем мы немножко проводить занятия, но лето – это отдых, это каникулы, а вот уже с сентября мы набираем группы, и они в течение года по выходным дням, по четвергам вечером приходят к нам. У нас даже есть группы взрослых. Ну, взрослые-то понятно, да, наверное. Это, мне кажется, наоборот, неожиданно. Я и про взрослых тоже удивляюсь, потому что я не слышала про это. То есть я понимаю, что есть какие-то разовые, например, проекты, которые так, чтобы на регулярной основе можно было приказать. Каждый четверг к нам приходят, пишут. Прекрасно. Так, ну что, мы побежим сейчас на рекламу, после нее вернемся и начнем разыгрывать призы. Культ поход. Программа Культ поход продолжается, и совсем уже близко розыгрыш призов. Наши гости Наталья Клементьева, Катерина Ополева скоро начнут задавать вопросы, но мы хотели после перерыва анонсировать события немножко в другой локации, да? Да, к сожалению, у нас сорвалась тогда программа с гостями из Вязкого субъектива. Из домика. Получилось, да, у нас тогда сломался пульт. Вот, и коллеги попросили меня анонсировать хотя бы немножечко о тех событиях, которые там будут. Дело в том, что буквально завтра там открывается курс, курс называется «Постдрамкружок». «Постдрамкружок» — это кружок о постдраматическом театре. Вести его скромно буду я, поэтому я пользуюсь привилегией ведущего и несколько слов скажу. То есть мы будем смотреть записи спектаклей на этом курсе. Самая важная, наверное, главная часть — это диалог, разговоры, обсуждения. Это ни в коем случае не лекции, это не какие-то мастер-классы. Здесь важно именно возможность встретиться, поговорить, обсудить, поделиться своим мнением. Я, может быть, каким-то более экспертным мнением, но мне важно услышать, конечно, и зрительское мнение, то есть всех участников, которые там будут. Мы будем смотреть очень разные спектакли именно в направлении современного театра. И это будут спектакли в телефоне. Это будет спектакль, который вообще трудно назвать спектаклем. Это будет такая пространственная аудиоинсталляция, где нет, в принципе, ни одного слова, и все построено на атмосфере пребывания в звуках, различных звуках. И спектакль, документальный спектакль, спектакль-манифест, то есть каким образом, который будет рассказывать, наверное, о том, каким образом в театре во время спектакля люди способны менять действительность прямо здесь и сейчас. То есть такая чистая перформативность. Вот, если вам все это интересно... А, ну и основная ведущая тема — это как раз как переводить идеи, концепции мира философии, науки, стадис на язык театра. Вот, то есть это такая ведущая линия. Мы открыли этот проект с просмотром спектакля «Циолковский», где, в принципе, как раз идеи Циолковского и Федорова Борис Павлович перевел на... Небезызвестный Кировченом Борис Павлович. Да, да, да. И тут такое продолжение как раз этой темы. И если что, если вам интересно, заходите в группы «Вятского субъектива», там есть информация. Первая встреча будет завтра в 18.30. Есть ли возрастное ограничение у вашего мероприятия? В принципе, там нет никаких ограничивающих там по возрасту показов и каких-то разговоров, но нужно, наверное, все-таки какое-то рефлексивное все-таки уже сознание человека. Ну, наверное, 16 лет. 16 плюс. 16 лет, наверное. 16 плюс. Ну и напоминаю, что домик находится на Ленина 67, это напротив центральной гостиницы, такой старинный особнячок, вход со двора. Ну что ж, переходим к вопросам. Кто начнет до первого? Кто будет задавать первого? Давайте я. Давайте. Давайте. Катерина Упалева задает. Вспомним книгу Жуля Верна «Вокруг света 80 дней». Ей исполняется в этом году 150 лет, и она послушала литературные основы для нашей выставки. И у меня будет такой вопрос. Благодаря путешествию главный персонаж этого произведения Филиас Фок не только выиграл пари, но и изменил кардинально свою личную жизнь. Вот как именно он ее изменил? Что произошло? Ну что ж, дорогие любители книги. Слушайте, это не про выставку вопрос, это получается про Жуля Верна вопрос, да? Да, все правильно. Чтобы вспомнить, у меня есть второй вопрос про выставку, вот чтобы вспомнить именно роман. Давайте, давайте. Может быть, кто-то смотрел фильм, может быть, кто-то помнит мультфильмы из детства. Это такое прям яркое событие, которое невозможно пропустить. Невозможно пропустить. Ей звонок. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Александр. Да, Александр. И что же произошло с главным героем романов? Жуля Верна. Главный герой женился. Совершенно верно. Сразу первый ответ, он правильный. А может быть, вы помните, как звали его жену и каким образом он с ней познакомился? Познакомился перед путешествием, а вот как звали, не буду обманывать, забыл. Я тогда поправлю, но я думаю, что мы зачтем, конечно. Детский читал. Детский читал. Да, да, да. Правильный ответ, но дело в том, что главный герой книги Фокон спас вот свою будущую жену в Индии от смерти. И она дальше путешествовала вместе с ним. Звали ее мисс Ауда. Очень красивая женщина. И вот закончилось это все счастливым браком в финале романа. Мне кажется, по тем временам это иначе не могло закончиться. Они же вместе путешествовали. Репутация этой девушки как. Он как честный мужчина обязан блужениться. Ну да, даже с раскоса того, как вспомнил. Да, а она была благодарна ему за спасение и вот полюбила этого благородного человека. Надо перечитать, Жуля. Наверное, я не помню эту историю, конечно. Надо посмотреть. У меня дома где-то есть книжка. Ну что ж, какой пресс вы хотите? В смену. В смену пойдет, Александр. Хорошо. Да, да, да. В смену за вами. Так, едем дальше. Будем перемещаться между нашими гостями. Да, конечно. Наталья Валерьевна. Давайте я задам вопрос. Если вы внимательно слышали, слушали наш разговор о Василии Васильевиче Кураксе, он не единожды бывал в нашей области. Он несколько раз приезжал к нам для того, чтобы поучаствовать в наших проектах в Оснецовских пленэрах. Сколько раз Василий Васильевич принимал участие в Оснецовских пленэрах? Дадим варианты ответа? Давайте. Один, два, три. Один, два, три. Мне кажется, очень просто. Ну, то есть, смотрите, сейчас, даже если вы не знаете правильного ответа, вы можете просто угадать. Я напоминаю, что мы даем две попытки, да? Дать правильный ответ. 211, 101. Есть звонок, мне кажется. Да? Нет, пока. Не знаю, не предупреждает звукорежиссер. Так что ждем. Добрый день, как Вас зовут? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег. Да, Олег. Очень приятно. Ну, предположу, что три. Три. К сожалению, нет. Мы мечтаем о третьем визите. Я подсказываю. Вы предсказывали. Ну, тогда пусть будут два. Пусть будут два. Совершенно верно. Спасибо за ответ. Первый раз Василий приехал, принимал участие в Уржумском, в Оснецовском пленэре. И второй раз в прошлом летом это был такой арт-проект «Воснецовский август». Тоже пленэр. Ну что ж, будем ждать третьего, действительно. Какой приз вы хотите? Мы поздравляем вас. Если можно, берите на выставку. На какую вы хотите? Ну, смотрите, вокруг света за 80 дней с художниками, либо выставка вдвоем. За 80 дней. За 80 дней. Хорошо, Олег. Трубочку не кладите, расскажите звукорежиссеру, как с вами связаться. Можно нашему продюсеру. Ну что ж, билеты ваши. Приятного путешествия вокруг света. И следующий вопрос тогда. Да, мой второй вопрос такой. На каких экзотических для нас средствах передвижения герои романа Жуля Верна путешествовали? Ну, одно я точно знаю. Оно везде, на всех книжках. Я только вот его и знаю. Не подсказывайте. Но мы будем просить варианты. Я просто хочу уточнить. Мы будем просить не одно, да, назвать, а больше. Ну, два. Два. Два ответа. Но хотя бы вот один, потому что как раз в скульптуре, я уже упоминала об этом, одно средство передвижения у нас представлено. 211. На выставке. В общем, надо назвать вот это второе, получается, да? Ну, хотя бы погадать. Вдруг кто-нибудь блеснёт знаниями, и там было два вот таких очень экзотических для нас средства передвижения. На длительное расстояние. Одно я знаю, а второе, какое может быть экзотическое для нас. Сейчас узнаем. Всё, подожди, у нас радиорывные слушатели, которые читают. Которые читают, Джулия Верна. И они нам сейчас всё расскажут. 211-101 номер телефона. Ждём мы тогда нашего слушателя очередного, который готов будет рассказать. Добрый день. Добрый. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Да, Игорь. Очень хотелось попутешествовать на воздушном шаре. Так. То есть это ваш ответ? Да. Это один, один. На воздушном шаре они не путешествовали в этой книге. Серьёзно? Да ладно, как? Да. А в этих фильмах показаны? Ну вот, в книге нет. Так, хорошо. Это самое близкое на корабле. На корабле, но это не экзотическое средство. На корабле обычное. Я могу подсказку. Они путешествовали по Индии на поезде и на... На чём можно путешествовать? На слоне. Совершенно верно. А-а-а. Слушайте, а это тоже нет. Это экзотическое, конечно, особенно сейчас. Но они на длительное расстояние путешествовали на слоне. Практически пол Индии мы проехали. Так, связано с выставкой. А у нас есть скульптура слон. О, я хочу забрать скульптуру слон. Анна Семёновна Голубкина, да, вот, представлена в экспозиции нашей выставки. Игорь, какой письмо вы хотите? Вот я в подарок хочу. С кого? Кого? Слона. Нет, что вы. Это музейная ценность, к сожалению, мы не можем подарить. Нет, нет. Приходите на выставку, просто посмотреть можно. Слона прийти. А где выставка-то будет? В мраморном здании Вятского художественного музея. Она уже идёт. Ага, понял. А у вас есть театр? Так, театра у нас кукольного нет. Не кукольного, обычный театр. Нет, театра нет. Смотрите, у нас есть либо пригласительный в кинотеатр дружба, либо книги, либо выставки. Куда вы хотите? Либо пригласительный музей ещё, да. Да, да, да. Ну, я говорю, либо выставка. А в музей-то можно в любое время сходить? В музей можно сходить, если вы оставите своё имя и фамилию. И скажите... Ну, в любое время там можно сходить? Да. На какую выставку вы хотите? Мы одну уже разыграли. Аня. Одна осталась. Ну, вот на эту, где слон приходит. Где слон всё-таки. А можем мы разыграть на выставку со слоном? Боже, можем. Спасибо. Всё, Игорь, билеты ваши. Да, нам пора просто закругляться уже, да. Спасибо вам за звонок. Спасибо Игорю за звонок. И спасибо большое нашим гостям, Наталье Клементьеве, Екатерине Ополеве. Мы сегодня два проекта анонсировали. Вятский художественный музей «Вокруг света» с художниками за 80 дней и выставка вдвоём Василия и Наталья Куракса. Это выставочный зал на Карла Липнихта. Спасибо вам огромное. Программа «Культпоход» завершается. Вам спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Культпоход Продолжение следует...